На календаре 18 февраля. День 18 февраля 1762 года принес дворянам долгожданную весть. Царь Петр III подписал манифест о вольности дворянства. Отныне дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской военной службы. Могли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу. Большинство дворян встретило манифест с восторгом, хотя некоторые посчитали его недостаточным. Известный русский ученый 18 века Андрей Болотов писал, все вспрыгались от радости и благодаря государя благословляли ту минуту, в которой угодно было ему подписать сей указ. 18 февраля 1871 года в Самаре появился орган исполнительной власти. Открылась Самарская городская управа. Она разместилась на Дворянской в доме Тареева. В настоящее время здесь на улице Куйбышева 48 находится БТИ. 18 февраля 1947 года была завершена прокладка первой очереди самого протяженного в то время нефтепровода «Зольная кряж». Нефть по нему пошла на крекинг-завод, так раньше называли куйбышевские нефтеперерабатывающие. 18 февраля 1858 года родился самарский архитектор Александр Щербачев. Многие здания в Самаре были построены по его проектам. Сегодня об архитекторе Александре Щербачеве напоминают дом Наумова и особняк Клота. Оба здания находятся на улице Куйбышева. Дома Челышева и Шахабаловская больница. В один день с известным самарским архитектором Щербачевым родились выдающийся маршал Советского Союза Семен Тимошенко. Знаменитый российский теннисист, победитель турнира «Большого шлема» Евгений Кафельников. Популярный композитор Геннадий Гладков. Сегодня именины у Агафьи, Антона, Василиса и Макара. В народном календаре 18 февраля день Агафьи-скотницы. Мученица Агафьи почиталась как покровительница домашнего скота. Говорили, Агафья коров оберегает от болезней. И что интересно, именно в этот день, 82 года назад в Америке впервые в истории на самолете в воздух поднялась корова. Во время полета ее доили, молоко расфасовывали в бумажные пакетики и сбрасывали на парашютиках над Сент-Луисом. История умалчивает, какую глобальную цель преследовали организаторы этого эксперимента. То ли изучали возможности жвачного животного давать молоко в воздухе, то ли лелеяли мысли о создании воздушной фермы. То ли хотели попасть в историю, а может быть просто наблюдали, как чувствует себя в самолете корова. Так или иначе, в историю они попали. В Советском Союзе впервые корова полетела по команде режиссера Данелли в фильме «Мимино». Правда, молочница плохо смотрелась на фоне неба, и ее пришлось перекрашивать. Ну а позже в воздух корова поднялась по указанию уже другого режиссера Рогожкина в фильме «Особенности национальной охоты». Летунью подвешивали в гамаки и затягивали военный вертолет. Такими событиями запомнился нам сегодняшний день. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова